Вот, например, вы сейчас в течение 40 минут послушаете, что я вам рассказываю. И вы, в общем, довольно быстро все это забудете, к сожалению. Как бы я ни старался. Но, если вы возьмете через день весь тот материал, который я вам рассказал, потратите на его повторение 10 минут, через неделю 5 минут, через месяц потратите 2 минуты, попробуйте просто, не верьте мне. Попробуйте, потому что вы будете в шоке от того, что произойдет. У вас эта информация останется, ну, если не навсегда, то очень-очень-очень надолго. Я не знаю, как вы, я вот такую штуку использую, когда я изучаю иностранные языки. Вот моя личная норма в день, там по 100 слов в день. И они, конечно, начинают моментально вылетать из головы. Поэтому, что, собственно, я делаю, я каждые вот эти 100 слов в день, которые я выучил, я себя заставляю повторить через день, через неделю, через 30 дней. И в этом случае, вот вы правда не верьте, вот поверьте сами, в этом случае эти слова остаются потом со мной на многие-многие годы. Обычно я продвенюсь это делать, и тогда они вылетают, к сожалению. Но я знаю почему, потому что я поленился. Но если вы знаете этот секрет, его глупо не использовать, потому что работает, ну, правда волшебно. Ну, пока что вот английский, французский, итальянский, испанский. Довольно легко с использованием всей этой схемы. Потрывался я, правда, на арабском языке. Потому что, ну, единственный момент, когда можно вообще, ну, понятно, я работаю очень много, поэтому единственный момент, когда я могу чем-то заниматься своим, это в транспорте, туда-сюда. Вот, и пока я еще начинал такую учить арабский, все было хорошо. А потом, когда я дошел уже до того, что я просто читал арабские тексты, вот, я заходил в метро, открывал книжку, и смотрел как-то свободно в вагоне. Возьму понимать, что человек, который стоит в уголке, смотрит в арабскую книжку и бормочет при себя слова, он вызывает в Москве большие подозрения, поэтому арабский я врусил. Но европейские языки учатся отлично, безопасно. Теперь зачем нам это нужно? Нам это нужно для того, что если мы знаем этот секрет, то мы, конечно, можем это использовать для себя, но мы это можем использовать для наших студентов. Потому что если мы правильно построим курс и с правильной чистотой, которую мы теперь знаем, а может, вы всегда ее знали, дадим тот материал, который мы правда хотим, чтобы они запомнили, то они даже не поймут, что с ним произошло, они просто запомнят. И обязательно, обязательно эту штуку применять. Но если, собственно, написал, что в хороших курсах, типа того, что мы преподаем авторизованные курсы западные, особенно в период их расцвета, там, конечно, люди, которые делали эти курсы, они знали всю эту теорию. Там очень аккуратно были вот эти все вставки с повторением, вставлены вот прямо в правильные промежутки. И реально люди запоминали. Сейчас там работают хуже команды, и вот эта штука, ну, ее приходится заделывать самому. Да, давайте маленькое резюме. Сделаю мораль. Вот в двух этих, как бы, слайдах, да? Что, первое, вам обязательно нужно делать так, чтобы люди активно вспоминали материал. И второе, вы теперь знаете, с какой частотой это нужно сделать. И при чем здесь технология? А при том, что если вы используете технологию для преподавания, например, мы в персональном обучении используем систему дистанционного обучения, которая, впрочем, не для дистанционного обучения, а в классе она работает, да? Но в нее с нужной частотой как раз ставлены тесты на повторение предыдущего материала. И люди, опять же, они не понимают, что с ним происходит, они просто запоминают материал. Гораздо лучше, чем даже люди, которые сидят в соседней с ними аудитории, и им просто человек там очень талантливо, очень хорошо рассказывает эту ручную форму. Поэтому здесь технология работает отлично. Теперь следующий вопрос. Давайте забудем временно про образование, поговорим про маркетинг. И поймем, как мы можем, опять же, из исследований в маркетинге научиться чему-то и применить это в образовании. Это такой классический эксперимент про варенье. Эксперимент вот такой. В супермаркете поставили два киоска таких, ну, промо, да, у нас сейчас тоже такие бывают. В одном из них предлагали шесть баночек варенья попробовать, бесплатно абсолютно. А в другом, не помню, сколько там, 24, что ли, ну, в общем, можно посчитать там честно, нарисованы как в эксперименте ровно. Вопрос. Как вы думаете, к какому столу больше подходило народу? А давайте проголосуем. Кто за то, что вот к этому столу, где шесть баночек больше подходило народу? Так, хорошо. А кто за то, что к большему количеству? Немножко, немножко больше. И вы правы. Людям очень нравится выбор. И вот, собственно говоря, статистика. Четыре, там, к шести соотношения. Людям нравится выбор. Они подходят к столу, где больше выбор. Теперь следующий вопрос. А как вы думаете, а купили больше у кого? Давайте опять проголосуем. Кто думает, что на этом столе где шесть? А кто думает, там, где больше, даже народу-то больше приходил? Вообще никто не думает. Да, вы правы. Но вы должны представить, насколько вы правы. Вот это соотношение. Здесь покупали 31%, а там всего три. В десять раз меньше. В десять. Люди, когда сталкиваются с ситуацией выбора, они, как правило, спадают в ступор и не могут выбрать, что именно им нужно. И они в этом случае предпочитают просто вообще не делать никакого выбора, чем этот выбор сделать. Это, кстати, тоже еще одна из Нобелевских премий по экономике. Мы, может, слышали про... Ну, собственно, из этого родилась целая гигантская область исследований behavioral economics, проведенческая экономика, потому что там, оказывается, еще есть хуже факты. Есть ситуация, когда вы просто сталкиваетесь с ситуацией выбора, которая не влияет вообще никак на ваше дальнейшее существование. Вы просто из-за того, что вы в ситуации выбора не делаете решение, которое не зависит никак от этого выбора. Например, там проходят выборы московского мэра, да? А вам нужно, не знаю, там, чего-нибудь такое сделать, совсем не связанное с выбором московского мэра. Ну, не знаю, сготовить там на обед чего-нибудь. И выбрать там, будешь готовить или щи. Так вот, как ни странно, то, что вы в ситуации того, что вам скоро нужно идти на выборы мэра, вы, скорее всего, не изготовите ни то, ни другое. А если бы выборов мэра не было, то вы быстро бы выбрали и изготовили. Ну, это уже такая довольно продвинутая штука, но важно вот что. Важно то, что не надо человека ставить в ситуацию постоянного выбора, потому что он в этой ситуации очень плохо себя умеет вести. Что это значит для образования? Вот я пропущу вот этот слайд, чтобы сэкономить время. Почему так? Макетинг? Да, вот единственное. Макетинг, а вот эти товарищи, и вот эти отношения, которые на слайде были к себе, как в науке маркетинг, и хотят отнести, и подумать, что дает маркетинг при наличии этих выборов, и будет ли от него толп. Ну, профессиональные люди в маркетинге, как вы знаете, дают себе, конечно, труд задуматься об этом. Я, если честно, хотел зеленый iPhone. Но они есть только белые и черные. Это гениальные ребята в маркетинге. Поэтому это самая успешная компания с самой высокой капитализацией. А компании, которые выпускают миллион моделей, ну, они живут на другом рынке. Они работают по-другому. Сейчас представим эту последнюю версию. Да, я не уверен, что это правильно. Сейчас посмотрим, чем это закончится. Да, потому что пока был Джобс, там была очень строгая политика. Мы делаем один продукт в каждой нише. Мы делаем один iPad, мы делаем один iPhone, мы делаем, не знаю, парочку компьютеров, мы делаем парочку ноутбуков, они просто по размеру отличаются больше ничем. Там можно выбрать, слава богу. И это было сделано специально, это было сделано ровно по вот этой простой вещи. И это работает вот like a charm, как говорят в Америке. Ну, то есть работает волшебно. Теперь что мы делаем, как люди, которые занимаются образованием? Вот это типичная карикатура, чего мы делаем. Мы думаем, ну как, на самом деле студентам надо, ну, надо, чтобы у них были все ресурсы, да? Надо, чтобы у них был учебник. Давайте еще сделаем в электронном виде. А давайте мы еще сделаем, чтобы можно было блоги вести. А давайте мы еще сделаем, чтобы можно было чатом. А давайте я еще сделаю доску, которую тоже можно... А давайте еще Вики заведем, ну это же полезно. А давайте еще... Это катастрофа! Мы, делая много, вместо этого, ставим людей ровно в ту самую ситуацию выбора, да? Там же люди тоже постарались, эти джемы делали. Они же работали, они искали вкусы. И получилось плохо, получилось в 10 раз хуже, чем если бы они не работали. И не искали бы эти вкусы, и сделали бы просто в 4 раза меньше этих баночек. Было бы лучше. То же самое работает в образовании. Абсолютно то же самое. Если вы сделаете хорошо, правильно организованный линейный контент, это в те самые там 10 или не знаю сколько раз лучше, чем вот эта вся ваша титаническая деятельность, которой все занимаются в нашей системе образования. И это именно почему, например, так хорошо работает школа. Знаете, почему хорошо работает школа? Несмотря на то, что там разные учителя, разные школы и так далее. Просто потому, что дети туда ходят каждый день. И каждый день им дают новый кусок информации. Абсолютно линейный. Это не значит, что надо делать линейные курсы. Нет, я, конечно, против линейных курсов. Я за то, чтобы можно был линейный курс подвергать какой-то персонализации. То есть вы там часть вещей построили линейно, но сделали возможное ответвление. Или сделали возможность пропускать какие-то куски. Но это не меняет общей линейной направленности нашего обучения. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на вот эту штуку. Теперь вы знаете почему. А вместо этого занимайтесь тем, чтобы очень хорошо, правильно, последовательно выстроить свой контент. И это вот ситуация, кстати, в которой очень многие разработчики дистанционных курсов попадаются. Это постоянная история. Именно в том числе поэтому это работает так плохо, как мы видим, плохо работает дистанционное обучение. Сколько мне времени? Времени у меня нет. Тогда последняя вещь. Последняя вещь связана вот с чем. Я вам рассказал там много про что. Про то, как сделать так, чтобы преподавание было более индивидуализированным. Как сделать так, чтобы люди учились, постоянно заставляя их сдавать тесты. Как сделать так, чтобы они запоминали больше материала за счет того, что вы меняете постоянно деятельность. И за счет того, что вы повторения устраиваете правильным образом. Но есть еще одна очень важная вещь. И связана она с тем, как вы это рассказываете просто. То есть как рассказать так, чтобы опять же людям было интересно и они это запомнили. Ну на самом деле нам для этого нужна одна единственная вещь. Нам надо всего-то навсего их внимание в этот момент. Нам надо просто, чтобы в этот момент они нас слушали. И вот здесь на доске нарисована секретная формула нашего философского камня, нашей профессии. Это вот тот самый коктейль, который отвечает за внимание. На самом деле в мозгу есть два важных для нас гормона. Первый из них называется дофамин, второй из них называется новодреналин. Дофамин отвечает за удовольствие. Вы когда занимаетесь сексом или принимаете наркотики, вот это та самая штука, когда у вас выделяется просто куча дофамина. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Не первое, в смысле, а второе. Потому что там запредельные дозы дофамина, и вы к ним привыкаете, и вам уже обыкновенные удовольствия, они вам уже не в радость. Но еще важен другой факт. Ладно, что дофамин выделяется, когда мы получаем удовольствие. Дофамин выделяется еще, когда мы только думаем о том, что мы скоро получим удовольствие. Ну, вы, наверное, замечаете такой феномен, что иногда думать о чем-то приятном, на самом деле гораздо более приятно, чем когда вы это получили. Вы как-то после этого бываете разочарованы. Это вот что значит. Это значит, что пока вы ожидали, у вас выделялось довольно много дофамина. А потом, когда вы получили эту штуку, у вас было некоторое ожидание относительно дофаминовой дозы, которую вы получите, но она была меньше немножко, чем вы получили в реальности. И награды как бы не произошло, и вы получаете разочарование. Теперь какое это отношение имеет к нам? Отношение это имеет вот какое-то. Дофамин еще выделяется при одной очень важной вещи, когда мы получаем новую информацию. Поэтому, например, у нас у многих, например, зависимость от новостей. Чуть что там, раз там, тыкнуть ленту РБК, не знаю, Москвы, чего-нибудь, узнать новости, как там. Какая разница, как оно там. Эти новости вообще не имеют никакого отношения к нашей жизни. Но при этом у нас выделяется дофамин. Поэтому нам от этого хорошо. Поэтому мы смотрим новости. Но когда мы с вами излагаем новый интересный материал, происходит то же самое. Вот вы сейчас смотрите все на меня именно потому, что у вас выделяется достаточное количество дофамина, чтобы вам это было интересно. Поэтому, когда вы что-то рассказываете, насыщайте в правильной пропорции всю новую информацию. При этом этого, правда, недостаточно. Вам нужен еще второй гормон. И этот гормон норадреналин. А он за что, как вы думаете, в каких ситуациях он выделяется? Нет, это то, что надо создать. Конечно, да, все это знают, потому что это норадреналин, это почти адреналин. Это на самом деле предыдущий гормон в цепочке генерации гормонов в нашем организме. Он возникает в любой ситуации стресса. Теперь какое-то отношение имеет к нам. Имеет отношение следующее, что создавайте ситуацию стресса. Если нет ситуации стресса, то люди вас не слушают. Каким образом? Ну вот я сейчас, например, специально, я не использовал никаких подвинутых техник на эту тему, хотя можно было бы. И я использовал самый-самый простой способ вызывания стресса у вас. Я вам просто вопросы задал. Я задал вам вопросы. У вас как бы возникает ситуация, что вроде мы профессиональные люди, мы должны это знать. Но мы как бы, ну вроде знаем, но не до конца так. Ой, интересно, я послушаю. После этого я вам давал новую информацию, потому что в этот момент вы ее способны воспринять. У вас выделялся дофамин. У вас, соответственно, там происходил этот спрыск. Вам казалось, что да, я получил новую информацию. И вы готовы ждать теперь следующего стресса. Вот как это работает. Вот смотрите, я с вами уже тут развлекаюсь почти 50 минут. Это за пределами любых разумных рамок. Нормальный доклад 15 минут. После этого эти два как раз гормона начинают разрушаться. Я вас держу, тем не менее, вот эти все, все время, да, просто за счет ровного вот этих вещей. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Работает. Фантастически работает. Поэтому обязательно думайте об этом, да. Думайте о том, чтобы создавать в вашей аудитории студенческое напряжение. Думайте о том, чтобы это напряжение было вознабреждено. Думайте о том, чтобы создать заново напряжение, ну и так далее. Это правда секрет нашей профессии. Ну, такой выраженный, правда, в таком не очень читаемом, да, химическом виде. Теперь, собственно, результат. Это результат персонального обучения, в котором как раз вот эти все вещи, и еще много, конечно, чего из того, что я вам не рассказал, применено для того, чтобы сделать, ну вот, собственно, образовательный процесс более эффективным. Немножко более подробно об этом рассказано вот в этом полисе-брифе. Ну, и просто если вы поищете на слова персональное обучение, найдете еще много всяких деталей. Это сравнение персонального обучения с обыкновенным обучением в классе. Очень нормальным обучением. Здесь вы меня, не знаю, года три назад спросили бы, какое обучение самое лучшее. Я бы вам сказал, что, ну, конечно, классическое обучение, ручное с профессиональным преподавателем в классе. Никакого там дистанционного, ничего, это все, ну, дает результат хуже. Но нам удалось даже по сравнению с очным обучением сделать лучше. Здесь приведены два результата. Во-первых, из анкет слушателей, которые они заполняют в конце, и, ну, соответственно, просто результаты экзамена. Во-первых, анкеты. Они оценивают свои знания до и после курса. И вот разница между тем, как они оценили субъективно свои знания после, минус то, что было до, и есть вот эта самая субъективная оценка прогресса. Так вот, при персональном обучении им кажется, что они в два раза лучше получили прогресс в ходе курса. То есть в два раза эффективнее для них было это обучение. Но это их субъективное восприятие, мало ли они, что я там думаю, да? Но эти студенты еще просто на 30% дают лучший экзамен. То есть вот за счет того, что вы правда аккуратно используете все эти вещи, вы добиваетесь того, что результат лучше, чем даже самая лучшая форма обучения из всех, которые нам известны. Однако на 30% вполне достойный результат. Вот, ну и даже им кажется, что преподаватель был лучше, там оборудование работало лучше, преподаватель оборудовала цвет на те же самые. Ну им, наверное, казалось, что и солнце светит ярче, там и девушке красивее. Ну на самом деле это просто за счет того, что им просто больше нравится учиться в таком виде. То есть, видите, там даже люди, которые сидят в классе, они не осознают всех этих технологий, да? Как вы видели, они такие довольно, ну, они не видны, да? Они такие довольно продвинутые штуки, которые просто там где-то, ну, где-то работают, работают, да? Но подсознательно они видят, что это гораздо эффективнее, лучше, ну, и это подтверждается простыми результатами, они на 30% лучше сдают тесты. Поэтому мораль. Во-первых, я вас призываю действовать так же. То есть, если вы хотите улучшить качество обучения, ищите исследования, не ведите всему просто так, ищите источники. И если вы нашли такое исследование, где есть какая-то компонента, которую можно улучшить, в том числе с помощью технологии, улучшайте, потому что это даст результат. Ну, а, наконец, если вам просто интересно персональное обучение, как есть, мы его реализовали уже там года два назад и очень успешно проводим, это статистика по нескольким тысячам уже человек, то есть это очень хорошая такая выборка. Вот, мы готовы поделиться в том числе технологией, и, если интересно, там, в том числе можно просто приехать, посмотреть, как проходят занятия, потому что, ну, там есть еще очень много деталей, я только так совсем по верхам рассказал, что именно лежит в этой технологии. Спасибо вам большое, это мои контакты. Опять же, если интересно, пишите, звоните, с удовольствием обсуждал бы все вещи, связанные с улучшением качества образования. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.